Норма Джин Бейкер Джеймс помог ей вырваться из безысходности, но не разделив ее мечты о карьере. Многие биографы считают, что после встречи с миллиардером Говардом Хьюзом и началась ее кинокарьера, ей предложили первый контракт. Второй муж – главный бейсболист Америки Джо Ди Маджио. Казалось, что этот брат заключен на небесах. Их называли мистер и миссис Америка. Они были абсолютно счастливы вместе. Медовый месяц они провели в Японии, но этот союз продержался всего девять месяцев. Ди Маджио безумно ревновал Мэрилин ко всем мужчинам. Частинкой поднимал на нее руку. «Она не звезда, она моя жена». На почве ревности они и развелись в октябре 54-го. До конца своей жизни Джо любил Мэрилин. Лишь он и всех ее возлюбленных пришел на ее похороны. В течение более 20 лет Ди Маджио приносил цветы на могилу Мэрилин. Самый длительный брак Монро продлился всего 4,5 года с драматургом Артуром Миллером. Мелочный, жадный, не оплативший ни одного ресторанного счета, но имеющий репутацию интеллектуала, он любился. Но его последующие безразличия довели Монро до психиатрической лечебницы. Мэрилин старалась быть образцовой супругой, мечтала о детях, но познать радость материнства ей так и не удалось. Ей ненадолго показалось, что есть шансы изменить жизнь, но не случилось. Поводом для развода стал под прочтенный Монро дневник Артура. «Мне кажется, она маленький ребенок, я ее ненавижу». Постепенно они все дальше отдалялись друг от друга. Мэрилин почти в открытую заводила один роман за другим. Джон Хайт был одним из самых влиятельных людей в Голливуде. Для него это была любовь с первого взгляда. Он стал агентом Монро и посвятил ей всю свою деятельность. «Умер от обширного инфаркта. Думаю, ни один мужчина в жизни никогда не любил меня так, как он». «Марлон Бранду». Их отношения продолжались вплоть до смерти Мэрилин. Он был одним из тех, кто убежден, что актрису убили. «Короткий роман с Ивом Монтаном». Ей приписывали роман с педагогом по актерскому мастерству Наташей Лайтес. До своих последних дней Тони утверждал, что у него был тайный роман с Мэрилин Монро, который длился 8 лет. Фоторепортер Милтон Грин. Один из самых верных друзей. Ему принадлежали самые знаковые портреты Мэрилин. И его работы уникальны тем, что он показывает ее такой, какой ее знали самые близкие люди. Фрэнк Синатра. Поговаривали даже об их свадьбе. Между первой встречей Джона Кеннеди и Мэрилин Монро и ее таинственным самоубийством пройдет 7 лет. 7 лет интриг, скандалов, тайных встреч и телефонных звонков. Они познакомились в 1954-м. Монро переживала свои самые счастливые моменты своей жизни. В мае 1962 года Джон порвал отношения с актрисой. Она была в отчаянии. Писала, ему звонила и угрожала разоблачить. Ее главным козырем был красный дневник в кожаном переплете. День рождения Кеннеди. Она спела свою знаменитую песню «С днем рождения, мистер президент» настолько томным и сексуальным голосом, что наутро журналисты напишут «Мэрилин Монро и президент занимались любовью на глазах миллионов зрителей». Это было началом конца. Президент не захотел больше рисковать. В ее доме все чаще стал появляться Роберт Кеннеди. Выяснение отношений, слезы, обвинения, угрозы, алкоголь, таблетки и, наконец, самоубийство. Всю жизнь я принадлежала только зрителю. Не потому что великая, а потому что никому другому я была не нужна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...